Иван Золотухин в буквальном смысле сын своего отца, Валерия Золотухина. Продолжает династию. На фестивале представляет фильм, где сыграл главную роль. Его герой категорически отказывается учить немецкий язык, будучи немцем. Считает, что в России это лишнее и заявляет, что хочет учить японский. Все меняется после того, как он едет в Германию и там встречает девочку, которая говорит только на немецком. Язык Иван начал учить только после фильма, поэтому для роли фразу зубрил на слух, не понимая смысла. Секреты профессии ему передала мама. А чтобы стараться, есть самый серьезный стимул. Если твой папа такой великий человек и такой талант, то если ты опозоришься, то можно подумать, что опозоришься своего отца. Поэтому я не хочу опозорить своего отца и стараюсь максимально все делать. Здесь же в зале жюри кинофестиваля. Юным анапчанам от 12 до 16 лет. Для семиклассника Олега работа в жюри с одной стороны ответственность, с другой стороны возможность бесплатно посмотреть фильмы. Я обращаю внимание на сюжет фильма, потом как работают актеры и именно какой фильм. То есть я люблю ужасы, фантастика, комедию. Руководит процессом актриса Марина Яковлева. По ее словам, быть модератором в детском жюри не просто, но интересно. Всем вместе им предстоит отсмотреть пять картин. Пять картин это конечно, это по сегодняшним временам это много, потому что детского кино практически нет. И это такие золотые крупицы, которые я просто счастлива, потому что я думала уже все, погибло кино. Нет, но оно есть. Пять картин это все-таки что-то. Это не одна, не две. Также в программе детского фестиваля фильм о мальчике, который мечтает стать летчиком. Про школьников, оказавшихся в гуще событий Великой Отечественной войны. А также фильм «Байкальские каникулы. Часть вторая» про приключения в детском лагере. Все фильмы также покажут в Крымске и Тимрюке.